Китайский чай Китайский чай пришел в Россию относительно недавно. Именно поэтому эта тема все еще окутана большим количеством мифов и легенд. Но с каждым годом их становится все меньше, благодаря развитию чайного комьюнити. Все больше людей ездят в Китай, все больше людей привозят хороший чай и рассказывают о том, как идут чайные дела в Китае. Но, к сожалению, очень много мифов так крепко остались в наших умах, что именно они формируют, что такое хороший чай и что такое хороший китайский чай. Конечно, если не разбираться в вопросе и не опираться на факты, то такие мифы станут отличной почвой для размышления. Первый и самый прочный связан с производством молочного улуна. Наверное, почти в каждом кафе есть чайное меню, в котором есть молочный улун. Все это связано с тем, что этот сливочный аромат покорил сердца многих. Из-за этого китайцы стали поразить его в очень большом количестве и преимущественно из очень слабого сырья. И, естественно, в производстве этого чая совсем никак не используется молоко. Используется пищевой ароматизатор. Вполне безопасный, но никак не связанный с натуральным вкусом чайного листа. А второй миф связан с крупнолистовым чаем. Когда и откуда появилась эта мысль, что размер листа влияет как-то на качество чая? Я не знаю, но у чайделов в Китае есть простая классификация. В ней самые маленькие почки и чайные листочки считаются сырьем высших категорий. А самые крупные и большие листы используются для производства дешевого чая или для купажей, или для купажирования шупуэров. Третий миф как раз про шупуэры. Меня все еще спрашивают, как и на сколько закапывают шупуэры в землю. Ответ всегда один – никак и не на сколько. А такой черный цвет и вкус настоя – это результат специфичного этапа обработки. Именно поэтому чай обладает таким землянисто-ореховым вкусом. Это все прекрасные мифы. Возможно, благодаря им аудитории интерес к китайскому чаю выросли и вышли куда-то за пределы простых ароматизированных сортов. Но сейчас не время для мифов. Да. Алло, Александр. Да. Наша встреча завтра в Сирии. Да. О, отлично. Тогда жду вас завтра после обеда в чайном баре на Сонни Кривой 52. Договорились. builtо. Чтобы platelet впomasет. Спасибо за внимание.